итак друзья всем здравствуйте я приобрел наконец-то себе лодку за 20000 вот она поставляется в таком кейсе наконец-таки я всю жизнь мечтал о лодке я еще не не доставал не распаковывал такой вот кейс здесь должны быть весла должна быть сама лодка насос наверное есть так вот давайте посмотрим комплектацию так это ремкомплект на нее паспорт инструкция инструкцию как всегда никто читать не будет потом когда-нибудь на досуге так одно весло так это у нас сиденье вот такое вот одно сиденье должно быть еще одно вот еще весло и еще одно сиденье это все идет вот комплектация сиденья кстати классный сделано добротно так так пока суда это у нас пол в лодку это насос так я думаю нам нужно ее сначала раскрыть не знаю смогу ли я ее потом упаковать но будем трогать вот так вот буду вот здесь накачивать так вот это лодка лодка у меня с вклеенным трансом как видите вот такой вот транец вот такая вот лодочка какая красота вот эта лодка ну как вам вот это конечно супер фирма в авиапро не знаю ни разу не нашел обзор на такую лодку нигде в интернете поэтому вот свой так сказать страх риск заказал будем смотреть так насколько я знаю нужно немножко подкачать и потом вставлять в нее пол или сразу вставить пол вот я вот смотрел из других обзоров давайте попробуем сразу ставить получится у нас так нет какой массивный массивный этим рассмотрим вот этим內 в принципе Продолжение следует... Ух, я уже напугался, думал пол не от этой лодки, не, все хорошо, ух, все, можно дальше качать, надеть. Давайте наденем сразу, помню, что было написано. Так, и еще одну. О, клапан хорошо работает. Так, а ну-ка. Ну, слушайте, вообще красота, небо и земля на этой и на этой вообще класс. Слушайте, мне нравится, прям реально нравится. Супер. Вообще, лодочка класса. Вот так вот она выглядит, уже в собранном состоянии, за исключением весел. В принципе, очень достойно собрано. Вот такой вот паракорд есть, чтобы переносить. Лодка нелегкая, сразу хочу сказать. Прям мощная. Но проклеено все достаточно основательно. Такой вот, вот тут еще что-то написано. Вот модель, номер, 250 грузоподъемность, мотор опять лошадиных сил. Сразу говорю, это не реклама, просто в интернете не видел ни одной вообще лодки этой фирмы обзора. Пол встал очень хорошо. Ничего не люфтит. То есть, прям вот, ну, прекрасно. Вот этот вот транец для мотора еще вот усилен дополнительно. Он вклеен. Ну, просто, не знаю, как по мне, так шикарно. И еще здесь две ручки, чтобы брать. Не знаю, как. Вообще, класс. Дно выглядит вот так. Все проклеено. Не знаю, вы все ровненько. Все прям, не знаю, претензий вообще нет. Прям доволен. Цена, еще плюс цена. 20 тысяч, я считаю, для такой лодки, это вообще, это очень маленькая цена. Плюс такой комплект. Все есть. Класс. Сейчас будем проводить испытания уже непосредственно на воде. Посмотрим, как она. Ну, что сказать. Вот мы на воде. Лодка ведет себя очень прекрасно. Все просто замечательно. Дно крепкое. Можно встать в полный рост на лодке вообще без каких-либо проблем. Вот видите, стою. Ну, вообще, все замечательно. Она стоит уверенно. По лодке можно походить, подвигаться. Она, ну, вообще, замечательно. Думаю, видно. Перевернуться на ней, конечно, можно. Но вот надо приложить неимоверное усилие. Лодка мне очень понравилась. Вот эти вот крепления. Тоже очень удобные. Тоже весла вот здесь закрепляются. Не знаю. Как по мне, так вообще просто все супер. Прям вообще чудесно. Единственное, я немножко неправильно весла, походу, установил. Потому что... А, нет. Все правильно. Просто они вот так. И вот так защелкиваются. Все. Все правильно. Не знаю. Прям доволен, как слон. Знаете, там реально очень классно. Лодка самому, конечно, таскать ее не очень удобно. Вот вдвоем сама то. Ну, и вот такие вот виды открываются. Дно легло тоже плотно. Прям вот вообще очень плотное дно. Там, получается, нос приподнят. Спокойно можно пересесть. То есть, если там в маленькой, в какой-то лодке, вы ни за что не пересядете. Да, вот я спокойно пересел. Никаких проблем. То есть, вот нос. Могу даже с носа поснимать. Что как. Ну, вообще просто чудесно. Швы, опять же, повторюсь, все проклеено. Все достойно. Лодка действительно достойна приобретения. Цена. Двадцать с половиной тысяч приобретал. Прям супер. Не нарадуюсь. Вот эти вот тоже заглушечки. Все закрываются плотненько. Прям хорошо. Там стоят клапана. Тоже нормально. Две. Получается независимая камера. Одна вот с этой стороны. Другая с этой стороны. В принципе, вообще, я доволен. Доволен. Рад. Немоверно. Поэтому. Вообще. Кайф. Я думаю, еще нужно показать, как она плавает обязательно. Что ж это за обзор на лодку. Если не показать, как она плывет. Плывет она супер. Вопросов к ней нет. Я просто еще такой пловец. У меня никогда лодки не было. И как бы плыть постоянно прямо для меня проблематично. Но. Надо всему учиться потихоньку. Я думаю, научусь. Вот так. Клац. Единственный минус. То, что. Затаскивать ее надо разуваться. Так, конечно, трудно. Ну и самому, конечно, ее тоже вытаскивать трудно. Нужно, чтобы был помощник. Самому тяжеловато. Весит она немало. То есть берем вот так вот. И выносим на берег. Вот так вот. Вот. В принципе, самому тоже можно. Но тяжело. Решил еще показать, как собирать. Но ни разу еще не собирал. Естественно, первый раз. Сборка. Разборка. Лодки. Насос подключаю на другую сторону. В другое получается гнездо. Это гнездо всасывает воздух. То есть, следовательно, с понтонов. Так, если можно их назвать. Он, наоборот, будет высасывать воздух, чтобы лодка вот так вот прям сжалась. Не переживайте. Можно прям сильно вот так высасать воздух. Когда вы откроете вот эту штуку. Видите, он пошел дышать. То есть, он всосет в себя воздух автоматически столько, сколько ему нужно. То есть, вообще, замечательная штука. Вот эти вот клапаны прям мне очень нравятся. И насос мне нравится. Где-то вся сборка лодки. Ну, вот первый раз для меня, человека, который ни разу не собирал. Ну, наверное, ушло минут 20. Сложнее всего для меня было вставить вот это дно. Но дно, я уже понял, как вставлять. Вставляете, немножечко поднакачиваете лодку. И потом его дальше, ну, пропихиваете. Наконец, сначала вот лучше с конца вставлять. И потом вот здесь так поднимаете и загоняете под этот. Нормально вообще, все замечательно. Теперь попробуем ее сложить. Чтоб она поместилась в этот вот мешок. Я ее уже спустил. Давайте теперь мы ее сложим. Так. Вот это вот так. Если честно, уже не помню, как она была сложена. Развернуть развернул на радостях. А как она сложена была, я уже не помню. Вот это, по-моему, вовнутрь было. Вот так как-то. Вот так. Наверное. Это точно вот так. То есть вот эти вот ручки. И, наверное, что-то как-то вот похожее. Вот это сюда. Вот это все. Нам нужно вовнутрь убрать. Это можно, кстати, закрутить. Чтоб ничего не порезалось. Обойти. Вот так. Теперь надо скручивать ее. Так. И вот так. Ну, не знаю. По-моему, она так и была. Давайте попробуем ее убрать. Поместится она в эту сумку или нет. Слушайте, по-моему, помещается. Так. Теперь надо положить весла. Весла дно лежала с одной стороны, другое лежало с другой стороны. Но так как теперь я собирал, я, наверное, не смог бы их так уложить. Будет надо лежать вот так. И две, получается, наших дощечки. Мы их просто вот так положим. Я думаю, тоже ничего страшного не произойдет. Насос у нас. Сейчас мы его тоже беднега. Так. И вот эта штука была на нем. Она его так закрепляла. И вот так он был. Примерно вот так. Так. Тоже его надо как-то куда-то место для него найти. Наверное, мы его сюда вот так. Место для него. Так. Ремкомплект еще был. Так. Куда-то я его в другое место кинул. Ремкомплект. Ладно. Ремкомплект потом. Наверное, в общих вещах. Ну и теперь надо все это застегнуть. Лодка просушена. Я ее высушил на солнце. Так. Вот теперь вот здесь начинаются какие-то у нас несостыковки. Да. Вначале, конечно, было хорошо. Сложно. Мне так понравилось. Так компактно. Теперь оно закрывается тяжело. Так. Слушайте, оно в принципе очень даже достойно, я бы сказал. Вот первый раз ну сколько? Ну 15 минут. Наверное, вот лодка полностью сложена. Вообще красота. Прям мне нравится. Очень хорошо, что эта фирма сделала вот такой вот чехол, который больше намного по размеру. Что можно вот прям сложить все. Но я думаю, вы видели, когда я доставал, что места было предостаточно с запасом. очень им огромное спасибо. Прям вот четко. Пишите свои комментарии, как вообще вам лодка понравилась, не понравилась, какие бы отметили минусы. Если они есть, я вот считаю, вообще и чехол хорошо прошит. Это вот прострочка. Время, конечно, покажет по эксплуатации, как и что. Но пока просто вообще вот претензий нет. Все замечательно.